Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видео по запросу, я отвечу сразу на три вопроса, которые были у меня в комментариях, на которые просили меня ответить. Я опять в своем любимом кафе, теперь оно мое любимое, оно называется Рафинад у нас в Ростове-на-Дону, вы помните, я тоже видео по запросу снимала для Ангелины, по-моему. И очень мне оно понравилось, захотелось сюда прийти, но так как свет сейчас только на улице, я все равно не зашла внутрь, потому что там мало света. Итак, первый вопрос по запросу я буду отвечать для Виктории, она просила такой вопрос, как избавиться от стеснительности и не комплексовать по поводу роста, просто у меня рост метр восемьдесят два. Дорогая Виктория, ну ты совсем прям меня рассмешила, ну кто комплексует из-за такого роста? Я тебе скажу, что у меня есть подружка, у которой метр девяносто, она модель, очень классная, высокая, да, все мужчины ниже нее. Ну, она не комплексует, даже она с метра девяносто, хотя я считаю, что это высоко, потому что на метр девяносто действительно уже не найти, ну сложно найти мужчину, который будет выше тебя или хотя бы твоего роста. Причем она еще носит каблуки, представь, у тебя метр восемьдесят два. Это вообще супермодельный рост, это, ну я не знаю, это мечта. Вообще я считаю, что рядом с высокими девушками должны комплексовать не высокие девушки, а низкие, потому что рост, он всегда ценился, он всегда какие-то такие большие вот люди в плане высоты, да, это было всегда очень круто. Поэтому тебе нужно просто понять это. Ты, наверное, этого не знаешь, ты просто не знаешь, что твой рост это не твой недостаток, которого ты стесняешься и комплексуешь. Это твое достоинство, ты должна им гордиться. Я посмотрела твои фотографии, на многих фотографиях, где ты с людьми. Есть фотографии, где вроде бы ты там задумалась о чем-то, да, и не видно, но на многих фотографиях видно, что ты стоишь как-то так вот немножко обособленно, как бы, да, вот такая вот, как будто такая самая высокая, да, а все такие вот. Я тебе скажу, что первое на фотографии, на что я обращала внимание, это на тебя, красивая, высокая девушка. Первое, что бросается в глаза, все мужчины, все девушки, да все люди, первые, кто обращает внимание, это на тебя. Поэтому, зная это, ты должна просто всегда стоять, ни капельки не скромничая, ты должна выдавать свой рост как достоинство, то есть ты стоишь на фоне всех девчонок, на которых пока что первый взгляд не бросается, потом их рассматривают уже, да, ты должна стать как-нибудь вообще просто, как понимаешь, как, я не знаю, как павлин, ну хотя из павлина это у нас мужчина, но женщина, как лебедь, вот, как лебедь, потому что ты должна понимать, что первый взгляд ты берешь на себя, поэтому ты никак не должна стоять скромненько в стороне там где-то, ты сразу, вот она я, стала так, стала так, подучи какие-то в модельных агентствах, где сейчас есть все в ютубе, какие-то позы модельные, да, фото, вот я, например, сколько у меня опыт есть, я все время там становлюсь так в позу в какую-нибудь, всегда, когда камера включается или еще кто-то, хоть я там и не супер высокого роста, да, вот, ну, как ты, было бы вообще очень круто, у меня метр семьдесят три, но все равно я всегда веду себя вот так, а ты высокая, тебе еще, еще больше, понимаешь, еще лучше, в общем, что я могу по этому поводу сказать, что комплексовать не нужно, у тебя идеальный рост, правда, ты должна им гордиться, ты должна это просто почувствовать внутри себя, и если ты это почувствуешь внутри себя, все будут просто восхищаться, и поверь мне, у меня подружки очень много были высоких, всегда, когда я с высокими подружками, всегда комплексую я, всегда они берут на себя внимание, всегда они нравятся мужчинам, и поэтому, как бы, пусть комплексуют другие, но только не ты, понимаешь? Высота, это мега что-то. Итак, поехали дальше, следующий вопрос, на который бы я хотела ответить, мне задал в комментарии Ким Пэц, он задал мне этот вопрос в комментарии, и, к сожалению, я случайно, пока тыкала кнопочки, я удалила этот комментарий, потом я нашла его через Google+, написала ему сообщение, чтобы он продублировал, но, видимо, он туда как-то редко заходит, не получается, но, в общем, вопрос я его прочитала, я просто не ответила, вопрос у него был о материнстве, он хотел, чтобы я рассказала о материнстве, в общем, как я смотрю на это, и так далее, в общем, так далее, да? Ну, в общем, тема о материнстве, что я могу сказать, Ким, это прекрасная тема, я считаю, что каждая женщина должна пройти через это, почувствовать это, но у каждой женщины своё время, во-первых, она должна осознать, если это уже материнские инстинкты какие-то, то, в принципе, я не против того, чтобы найти какого-то просто мужчину, да, для того, чтобы просто иметь ребёнка, когда женщина полностью к этому готова, но вообще, по правилам, конечно же, идеально и хорошо было бы, и по счастливым каким-то моментам было бы хорошо, если бы женщина нашла мужчину, и тогда в этом союзе рождается что-то, и есть и мужская энергия, и женская энергия, которая даёт воспитание и энергетику всю эту ребёнку, это, конечно, было бы намного круче, но в наше время, как вы знаете, это очень сложно достичь только везунчикам, которые встретили свою половинку, просто посчастливилось, да, так, но в целом это очень сложно, поэтому, что касается материнства, я отношусь к нему очень хорошо, очень положительно, и лично я хочу очень много детей, только не было бы это так больно, как это, наверное, больно, я не знаю. В общем, вот такое вот моё отношение к материнству. Надеюсь, я ответила на вопрос, и если кем-то смотришь моё видео, то уточни какие-то моменты, если тебе хотелось более как-то развернутое или конкретные какие-то вопросы хотелось задать. И последний вопрос, на который бы я хотела ответить, это задала мне Алина Веймер. Под одном из моих видео, где у меня прическа, в парке я снимала, она спросила, как же делала я свою прическу. Вот у меня приготовлена тут резинка, вообще хотела дома, такая, думаю, переметнусь и домой, но решила, что сделаю вам здесь, потому что на самом деле эта прическа очень простая. Просто я подняла все волосы вверх, я очень часто её делаю. Ну, покажу здесь на скорую руку, она всегда получается, эта прическа разная, то есть будут у вас волосы накрученные, она получится одна, будут не накрученные, получится другая. Просто поднимаем хвост как можно выше, делаем хвост наш, ну, то есть вот когда вам нужно, чтобы он был затянутый, да, затем мы поднимаем все волосы, оставляем здесь хвостик, и остальное мы всё вот так вот распушаем. Получается вот такая у нас как бы радуга, да. Там у меня получилось немножко нерадуга за счёт того, что я чуть-чуть повытягивала, чтобы они были длиннее, да. И вот здесь вот вытянула пару штучек впереди. Частенько делаю такую прическу, потому что она, мне кажется, очень красивой. Такие локоны. Вот что сзади. Сзади надо смотреть, чтобы красиво было. Вот такая прическа. Очень летняя, мне кажется, и прикольная. Можно подкрутить эти штучки. Ну, короче, в общем, просто всё делается. Итак, дорогие мои, я надеюсь, что я ответила вам на все ваши интересующиеся вопросы. На сегодняшний день вопросов больше ни от кого не было. Поэтому задавайте мне вопросы прямо в комментарии, под видео, которое вас заинтересовало. Или здесь, если у вас есть конкретные вопросы. Может быть, о моей жизни. Может быть, у вас вопросы, связанные с какими-то вашими проблемами, с мужчинами, особенно с парнями. Я с удовольствием посоветую. Что касается макияжа, прочесок. В общем, всё. Пусть прилетает ко мне. Не было ещё ни одного вопроса, на который бы я не ответила. А сейчас я ещё и снимаю видео специально для вас. Если, конечно, вопрос какой-то коротенький, то я их умещаю вот в одно видео. Если оно такая обширная, интересная тема, которая могла бы быть для очень многих интересной, я снимаю отдельное видео по отдельному вопросу. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Ставьте лайки, если вам было видео полезным. Надеюсь, вам помогло, кто задавал вопросы. И с вами была Сирена Суэй. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.